Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Купил я свекловичную мелассу, буду делать ром. Но как бы с одной мелассы недостаточно. Буду делать ром из 50% мелассы и 50% сахара, то есть пополам в весовом соотношении. Грубо говоря, я буду брать 4 килограмма мелассы на 20-литровую емкость бродильную и 4 килограмма сахара. Решил, ну в прошлый раз я уже так делал, мне результат понравился, решил я сахар инвертировать. То есть сахар, когда обычная сахароза расщепляется на фруктозу и глюкозу. Для чего это делается? Для того, чтобы дрожжам было легче делать свою работу. И при этом дрожжи не должны будут сами расщеплять сахар, то есть будет выход больше продукта. И как бы дрожжи будут более жизнеспособны. В том числе лучше справиться со свекловичной меласой. Для самогона, для обычной водки я такого не делаю. А вот для рома, ну собственно говоря, иногда грешу, если честно, добавляю инвертированный сахар в вискарь, чтобы увеличить количество выхода. Но в основном, как бы, я вот третий год уже буду делать ром. Кстати, ром получается очень классный, об этом сниму отдельное видео. Вообще, я думал, как бы, изначально снимать это видео про ром, а потом решил, а почему бы мне не снять видео про инвертирование сахара. Вот есть простой способ, когда сахар инвертируется при кипении. Есть немножко более сложный, более длительный способ, когда сахар инвертируется без кипения, то есть при температуре 80 градусов. Почему не надо, чтобы сахар закипал? Потому что какие-то вредные вещества при этом выделяются при распаде сахарозы на глюкозу и фруктозу. При температуре 100 градусов еще выделяются вредные вещества, и они потом попадут в конечный продукт. Значит, буду инвертировать 8 килограмм сахара, вот я подготовил. На каждый килограмм я взял 400 грамм воды, то есть я подготовил 3 литра, 200 миллилитров воды. Помимо этого понадобится лимонная кислота. На каждый килограмм сахара где-то ориентировочно 4 грамма лимонной кислоты. Вот у меня есть упаковочка 25 грамм лимонной кислоты, ее и буду использовать. Итак, друзья, первое, что мы делаем, добавляем в кастрюлю весь сахар, сейчас я его пересыплю сюда, и заливаем водой. Поместил я весь сахар в кастрюльку, выливаю сюда воду. И сперва хорошо размешаю. Воды это достаточно мало, на такое количество сахара, поэтому прежде чем включать нагрев, его надо размешать. Потихонечку он размешается. В результате мы получим такой очень сладкий сироп, по консистенции похожий на мед. И по цвету он, кстати, тоже будет похожий на мед. Вот. Включаем нагрев. И делаем очень-очень маленький огонь. Сахар нужно нагревать медленно. Из расчета, чтобы... Ну вот я взял 8 литров, да, 8 килограмм сахара, 3 литра, 200 миллилитров воды. Вот я хочу, чтобы это нагрелось у меня где-то за час, до температуры 60 градусов. Первую часть нагрева, пока сахар полностью не растворится, я его буду постоянно помешивать, чтобы он у меня... Вон какой-то мусор уже в сахаре приплыл. Красота. И сахар надо просеивать не только муку. Просто кусочек досточки. Вот. Чтобы он не пригорел первое время, пока он полностью не превратится в сироп, не растворится, его надо постоянно мешать. Потом уже можно мешать не так интенсивно, где-то раз в 10-15 минут. Но важно не нагревать его быстро, то есть не взять, включить максимальный огонь и нагреть до 60 градусов. А делать это достаточно плавно. Для контроля температуры я буду использовать кухонный термометр со щупом. Итак, друзья, вот такой вот процесс. Достаточно нудный. Постою, помешаю и, собственно говоря, когда сахар нагреется до 60 градусов, расскажу вам, что делать дальше. Контроль температуры уже 63 градуса, даже перегрел немножко. Вносим лимонную кислоту. Лимонная кислота выступает в данном случае катализатором расщепления сахарозы на глюкозу и фруктозу. Из расчета 4 грамма кислоты на килограмм сахара. Больше сейчас получилось, 25 граммов. Хорошенько перемешиваем. Если это делается в кипящем сахаре, я тоже так пробовал, то происходит сумасшедшая реакция. У меня первый раз просто все полезло из кастрюли, когда я инвертировал сахар. А так в горячем растворе какой-то особой реакции не происходит. Теперь также медленно доводим наш сахарный сироп до температуры 80 градусов. В то же время от времени помешиваем, чтобы у нас ничего не пригорело. Ну и на маленьком огне тоже где-то час будет подыматься. Вот сейчас вот у меня час 30 подымалась температура до 60, то есть до 80 подымется где-то за час. Температура сиропа достигла 80 градусов. И теперь, друзья, закутываем его в одеяло и оставляем остывать. Ну что, друзья, остыл инвертированный сахар. И вот хочу показать, что получилось. Получился вот такой вот медовый напиток. Ну не напиток, а вот такая штука. Видите, она такая очень тягучая. И реально по цвету как мед. Он совершенно без запаха, кстати. В такую штуку добавляют ароматические вещества и втюхивают как искусственный мед. Ну вернее, втюхивают как настоящий, а на самом деле он искусственный. Ну, собственно говоря, вот это и есть инвертированный сахар. Теперь нашим дрожжам будет значительно легче. Им не придется бороться с сахарозой. Они получат для питания сразу глюкозу и фруктозу, друзья. Ну, собственно говоря, на этом все. Завтра будем делать ром. И, надеюсь, видео было для вас полезным. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх. А мы будем снимать для вас новые интересные видео. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok